Сегодня в программе. Я когда приехала домой, его даже дома не было в этот момент. Где он был мне? Вот интересный вопрос. Это вы у меня спрашиваете? Я у него спросила, он меня ответил на этот вопрос. Он, наверное, гулял с девочками. Женщина оставила свою 4-летнюю дочь дома с братом. Подросток за ребёнком не следил. И в результате девочка погибла. Кто за это ответит? Ну никто же не оспаривает, что это ваш эмбрион. Ну это моя дочь, это не эмбрион, это мой ребёнок. Вторая жена мужчины использовала эмбрионы первой и родила дочь. Кого из женщин суд признает настоящей матерью ребёнка? Китайские туристы на Никольской улице нашли пьяного двойника Ленина. Это вот как раз таки мой папа и был. И отнесли его к мавзолею. Женщина не позволяет своим детям общаться с дедушкой, так как он работает двойником Ленина. Семейный конфликт дошёл до суда. Истец хочет получить деньги за смерть дочери. Ответчики считают, что вины их сына в смерти девочки нет. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело по иску Бурковой Натальи Павловны о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Ответчики у нас Бурковы. Григорий Михайлович и Лариса Владимировна. Владимир Владимировна, нет у вас доверенности. Передайте, пожалуйста, через приставо. Слушаем вас, естественно. Ваша честь, здравствуйте. Прошу компенсировать у меня моральный ущерб в размере 700 тысяч рублей от своего мужа. У нас с ним погибла дочка. Ей 4 годика. У моего мужа есть сын от предыдущего брака, которому 16 лет. Мы с мужем проживаем в частном доме в Липецкой области. И его сын от предыдущего брака приезжает к нам отдыхать на каникулы, выходные. И как-то в выходные 8 октября приехал его сын. И я его попросила посидеть с нашей доченькой, которая 4 годика, лесеньке. А сама уехала по делам, отпросилась. Муж Гриша в тот момент был на работе. Я мужу позвонила, предупредила, что я уезжаю. Муж сказал, что приеду вовремя. В 6 часов муж должен быть дома вечера. А вы во сколько уехали? В 5. В 5 вечера я уехала, позвонила, говорю, Гриша, я уезжаю. Оставив с Иваном. Ивану 16 лет, сыну Грише. Уехала, позвонила я Грише. Гриша говорит, скоро буду. Я уехала на час, а сама задержалась чуть-чуть. Приехала в 10 вечера. Приехала я, и дома тишина. Не слышу ни Вани, ни Олесеньки. Хожу, ищу по нашему домику. И нашла Ивана в безосознанном состоянии на кухне. Вокруг него бутылки, окурки. Я поняла, что Ваня веселился все это время, пока меня не было. Пил, гулял. Музыка, наверное, была. За Олесей, за доченькой, за нашей не следил. Гриши в этот момент так и не было. Я быстрее на улицу искать Олесю. По соседям позвонила в МЧС, в полицию. И нашли нашу Олесеньку в колодце. Она утонула. Больше нашей доченьки нету. Гриша свою вину как бы не осознает. И его сын тоже. Ну, Гришина-то вина в чем? В том, что он не приехал в тот момент. Мы с ним договорились, что я уезжаю. Что я уезжаю заранее. Вы же тоже сказали, что уезжаете часа на два. Да. А меня не было четыре. Вы же тоже приехали в десять вечера. Но я оставила с ребенком, со взрослым, которому 16 лет. Я понимаю, но вы собирались приехать через два часа, а приехали через пять. Так ведь? Да. Но где был мой муж? Мне интересно. Ваш муж тоже точно так же. Думал приехать в шесть, а не получилось. У вас не получилось, и у него не получилось. Но он должен быть дома в этот момент. И вы должны были быть дома. Вы тоже должны были быть дома. Вы сказали, что уехали на часик, на два. Да. Но ребенок следил. А почему ребенок не уследил? Ну, вот и вы про ребенка, я с вами не спорю. А отец зачем виноват? Ну, ребенок же. Гришин, это же не мой ребенок. Нет, это другое дело. Когда вы говорите о том, что вы хотите получить компенсацию с отца несовершеннолетнего, это я понимаю. Но когда вы говорите, что он не осознает свои вины, то я не понимаю, в чем его-то вина отца. В том, что он должен был приехать. Он должен быть в шесть часов вечера. Его не было. И вы должны были быть в семь часов вечера. На работе. Ну, что вы, ну, вот ей-богу, друг на друга валите. Ну, мы-то с ним заранее договорились. Я его предупреждала, что я уезжаю. Ну, вы предупредили, что вы уедете на два часа, а приехали через пять. И он так же сказал вам, что приедет, и приехал через пять. Ну, ну что, в этом вины-то нет. Ну, я когда приехала домой, его даже дома не было в этот момент. Где он был мне, вот, интересного дочек? Это вы у меня спрашиваете? Я у него спросила, он мне не ответил на этот вопрос. Он, наверное, гулял с девочками. А я говорю, что он не чувствует своей вины. Это не вина в работе меня задержали, я тебе еще раз говорю. Ладно, все, это бесполезно с вами объяснять вам, что его вины... Да, нашу дочку больше не вернуть. Виноват в этом Григорий. И его сын. Виноват в этом его сын. Его сын. И он, так как он папа. Так, дальше. Так как он папа. Дальше рассказывайте, что произошло дальше? Дочки нашей больше нет. Я поняла, дальше что? Мальчик был осужден? Да, был осужден. Ему дали условный срок, 125-я статья. Я хотела, чтобы ему дали реальный срок, а ему не дали. Меня это тоже расстроило. Ему 16 лет. Не устраиваться, что лучше вам было бы от того, что другой ребенок сидит в тюрьме. Что вам лучше-то было бы от этого? А что, он будет дальше продолжать ходить гулять, пить, веселиться? Он не осознанет. Он на условном сроке, особенно пить и веселиться, ему не удастся. Хорошо, значит, именно потому, что вы не удовлетворены приговором. Вы хотите, чтобы родители ребенка ответили за него. Да, да. Потому что папа должен быть дома в тот момент, когда я отпросилась. Мы с мужем договаривались заранее. Так, все, я уже сказала вам, это вообще не аргумент. Ваш муж не потому, что его не было дома, вы с него просите деньги, а потому, что его мальчик осужден. Это понятно? Да. Слушаем ответчика. Ваша честь, почему вот Наталья думает, что это только ее боль? Ведь это моя боль тоже. Это же наш общий ребенок. Наш общий ребенок. А где ты был тогда? Где ты был? На работе я задержался. Как ты мог задерживаться? Ты уехала. Как ты мог задерживаться? Объясни. Ты уехала. Как ты мог задерживаться? На день рождения своей подружки. Ты сказала, на 2-3 часа. И что, что я уехала? На 2-3 часа. А вернулась только... Ваша честь, у меня случилась тогда беда тоже в тот день. Я уехала к подружке на день рождения. Там у подружки у мамы случился сердечный приступ. Мне пришлось сесть на машину и отвезти маму в больницу, потому что скорую не дождаться. Сказали, что скорая приедет в течение 30 минут. И мы решили с подружкой на машине отвезти. Это было в течение 5 минут. Ты что, врач? Надо было скорую ждать. А действительно, почему подружки нет? Мне хотелось помочь человеку. Я одна, потому что не выпивала. Я была за рулем. Мы сидели дома. Мы не где-то гуляли. Мы не веселились. Мы сидели дома. Я поехала в гости домой. Я не могла брать трубку. Я помогала человеку взрослому. Она не отвечает. Пишу ей, звоню. Где ты был? Я на работе задержался. Часто ты задерживаешься, только прибыли нет. Так вы решили, наконец, нашли место и время, чтобы выяснить отношения между собой? Я с ним и так уже развожусь. Вы с ним разговаривали. Я не устраиваю такой муж. Разводы ты не получишь. Ваша честь, мой сын, ему 16 лет. Он часто приезжает к нам на каникулы. Остается на праздниках. Ну, бывает, встречается с друзьями, выпивает. В 16 лет выпивает. Ну, это мое недосмотрение, да. Ну, а кто в 16 лет не выпивает? Вы тоже не видите, не строите. Ну, взрослый человек уже попросили с девочкой, с доченькой посидеть с маленькой. А вы до этого видели, что он выпивает? Ну, чтобы вот так, как вот в последний раз? Ну, до этого вообще видели, что он выпивает? Что к нему компании приходят? Да, видел. Ну, чтобы вот как вот, что он сейчас устроил, такого не было. Ну, конечно, не было, чтобы ребенок погибал. Но в то, что он выпивает. А почему он не уследил? Взрослый. Ну, что за колодец у вас на участке-то? Я не помню. Как у всех. У нас колодец на огороде находится. Я уже давно говорил, Наталья, давайте его закопаем, зароем. Ну, не нужно нам просто. Она говорит, нет, я оттуда летом буду поливать свои огурцы, помидоры. У нас водопаровод в доме есть. Пусть оттуда ведра бы таскала. А так, зарыли бы, ничего страшного бы не было. Да, нормально, там мужчина говорит, пусть из дома ведра таскает. Ну и что? Ну, хорошо, ну, зарыли бы кого-то, ничего бы не было. Ничего бы не было, да. А как оказалось, что он открыт? У него что, нет крышки какой-то? Он что, неплохо закрыт? Кто-то забыл его закрыть, не знаю, то ли Наталья, то ли мой сын, то ли я. Потому что он был открытый, да. Он прям в землю, вровень с землей? Да, ну, чуть-чуть выступает. Яма. Да, яма такая. Чуть-чуть выступает над землей, да. И крышка сверху. Ну, кто-то, видимо, не закрыл. И крышка не закрыта была. И крышка, да, была. И кто оставил крышку открытой, естественно, неизвестно. Неизвестно, да, кто оставил крышку открытой. Удивительно еще, что мальчика усудили. Могли бы всех. Ваша честь, я вот продал машину недавно за 700 тысяч рублей. Поэтому вот Наталья... Да, машина важна, чем смерть дочки. Эти деньги хочет у меня отсудить. Она знает, что у меня есть эти деньги. Но эти деньги я ей не могу дать. Потому что машина была приобретена в браке с Ларисой, с первой моей супругой. И, соответственно, эти деньги мы поделим с ней. Половина этих денег ее. Половина этих денег ее. Половина, ну, половина у нас есть. А ей я ничего не хочу отдавать. Ну, что значит, вы готовы, не готовы? Суд решит и будете давать. Только сколько суд решит. Какой у вас доход? Машина важнее, чем ребенок. Доход у меня где-то 50-60 тысяч в месяц. Угу. Разводиться я с ней категорически не хочу. Так, документы мне передайте, естественно. Я с тобой жить больше не буду. Мне такой муж не нужен. Разводиться я с ней категорически не хочу, Ваша честь. Документы ответить ко мне передайте. У нас с ней еще ребенок может быть. Какой ребенок? Меня Олесю больше никто не заменит. Другим ребенком. Ну, как вы можете жить дальше, когда у вас такие отношения? Ну, как-нибудь стерпится, слюбится. Ты вообще не мужчина. Ну, в данном случае мы не развод рассматриваем. Нет, развода я ей все равно не дам. Кто был признан потерпевшими? У потерпевшими мы оба все. Вы оба? Вы оба были признаны потерпевшими по уголовному делу. Да. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ну, никто же не оспаривает, что это ваш эмбрион. Ну, это моя дочь. Это не эмбрион, это мой ребенок. Вторая жена мужчины не могла родить ребенка. И он решил использовать эмбрионы первой, которые хранились в клинике. В семье родилась девочка. Понятно, кто ее отец, но кого считать матерью? Узнаем в суде. Китайские туристы на Никольской улице нашли пьяного двойника Ленина. Это вот как раз-таки мой папа и был. И отнесли его к мавзолею. Детям очень нравится, что их дедушка работает Лениным на городских площадях. Но их мать не рада, так как она считает, что это плохо влияет на их психику. Кто прав? Наташа, давай, что забудем. Чего ты? Ты вообще слышишь, что ты говоришь? У нас еще ребенок может быть. Какой ребенок? Зачем нам сейчас развод? Иди с твоим Иваном куда хочешь. Я уже знать не хочу. Больше Олестеньку мою никто не принес. Буркова и Наталья Павловна о компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей удовлетворить частично. Взыскать с Буркова Григория Михайловича 150 тысяч рублей. Прошу садиться. Бурков Иван Григорьевич совершил преступление, предусмотренное статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, что подтверждено вступившим в законную силу приговором суда. В соответствии с 1074 статьей несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего, вот такого в возрасте от 14 до 18 лет, нет дохода, то дохода или имущества достаточного для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями. Если они не докажут, что вред возник не по их вине. Суд считает доказанным отсутствие вины в происшедшем матери Ивана Буркова, так как в этот период мальчик находился на попечении отца и мачехи. Потерпевшие по уголовному делу в силу статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации имеют право на компенсацию, в том числе и морального вреда. Однако ответчик является по уголовному делу таким же потерпевшим, как истец. Суд определяет размер компенсации морального вреда, исходя из принципа разумности и справедливости. То есть я разъясняю ицу. Считайте, что я взыскала в пользу потерпевших 300 тысяч рублей. Но поскольку мы имеем совпадение в одном лице потерпевшего и ответчика, то эту сумму я делю наду между двумя потерпевшими. Поскольку он сам себе не будет платить, естественно, то вот ваша часть составляет 150 тысяч рублей. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Это не та сумма, на которую я рассчитывала. И Иван Григорий никогда не осознает своей вины. Мне свою дочку никогда не вернуть. Я думаю, что Наталья в дальнейшем все осознает. И наша семья не распадется. Мы еще сможем иметь детей одного или двоих. Если родители заняты только собой... Закончилась у них любовь. А вот обязательства, честь, совесть, эти понятия исчезли. Любовь закончилась, а тут началась. Дети взрослеют раньше времени. Я, конечно, виноват. Я не справился с управлением, каток и влетел во враг. Но выход есть всегда. Независимо от того, кто кого обманул из родителей, ребенок от этого страдать не должен. Смотрите «Дела судебные. Битва за будущее». Он подарил скутер. 14 лет сыну. Ты башкой своей думал, что даришь. Чтобы знать, что делать. Истец требует установить материнство, внести соответствующие записи в документы о рождении и передать ей ребенка. Ответчики иск не признают. Они являются настоящими и единственными родителями девочки. Слушаем вас, истец. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Львова Алла Григорьевна. И я требую удовлетворить мой иск, признать мое материнство и внести изменения в свидетельстве о рождении моей дочери Серафимы. Дело в том, что совсем недавно я узнала, что мой бывший муж и его нынешняя жена, которая сейчас присутствует здесь, воспитывают мою дочь. Девочке три года. После развода с моим бывшим мужем, с Олегом, мы не виделись с ним несколько лет и увиделись совсем случайно с его дочерью. Вы знаете, Ваша честь, когда я посмотрела на девочку, но она как две капли воды похожа на меня в детстве. И тогда я все поняла. У нас была такая... Дело в том, что была такая история. До развода, значит, с моим бывшим мужем, с Олегом, мы подготовили эмбрионы для проведения ЭКО и заключали договор с клиникой. У нас были проблемы с зачатием. После нескольких попыток забеременеть, наши отношения с Олегом стали очень портиться. То есть он не хотел понимать моих проблем. И в конце концов я узнала, что у него есть связь на стороне. Он не стал это отрицать. И в конечном итоге он ушел вот к этой вот женщине, к своей любовнице. Его развелись. Да, Вы знаете, Ваша честь, это, конечно, для меня был просто настоящий удар. Дело в том, что мы с ним были более 10 лет вместе, а тут получается такое предательство. То есть в сложный период он просто... Олег, он как бы меня оставил. Ничего не поделаешь. От любви все страдают. Да, да, да. Вот просто меня оставил. Я, конечно, очень это переживала. И до сих пор не могу от этого отойти. Вот. И, конечно, после уже развода, как Олег меня... Ну, как это все произошло, вот он ушел к любовнице, проблема, уже вот эта проблема, и с зачатием, то есть она для меня стала закрыта. То есть этот вопрос был закрыт. У меня начались проблемы со здоровьем. Вот. Мне пришлось сменить работу на менее денежную. И я как бы забыла то, что мои вот эти вот материалы, наши биоматериалы находятся в этой клинике. Они там должны находиться два года. По договору как бы два года. Вот. Ну, я об этом забыла. Я бы об этом не вспомнила, если бы вот не встретила, да? Не случайная встреча. Ну, дело в том, что как бы Олег об этом помнил и вспомнил. У его нынешней вот супруги, у нее проблемы с яйцеклетками. Вот они как бы и воспользовались моими, понимаете? Без моего ведома, без моего разрешения. Просто взяли и воспользовались моими материалами. В итоге я и не ребенка не родила, понимаете? Я и здоровье потеряла. Так, секундочку. Когда вы были в браке, вы обратились в клинику. Да. И подготовили эмбрионы для экстрапарального благотворения. Это были эмбрионы, которые были созданы из генетического материала вашего мужа и вашего. Так я понимаю? Да, совершенно верно. И эти эмбрионы остались в клинике. Да, да, да. Правильно. Так, а что написано в договоре-то было? Кто имеет право использовать эти эмбрионы? Ну, договор, если почитать договор, да, можно ознакомиться, в принципе, с договором. Ну, там указано, что они два года хранятся, да, и как бы мы, ну, то есть это все равно это мой материал, то есть, да, и Олега, и Олег тоже. Так, секундочку, в договоре вы... Что Юлития? Я же договор прочитаю. В договоре было написано, что каждый из вас праве использовать по своему усмотрению. Ну, это понятно, да, что в договоре это написано. Потому что иногда это право предоставляется договором кому-то одному, женщине или, наоборот, мужчине, и так далее. У вас было обоим, так? Ну, дело в том, что мне не... Вы понимаете, это мои, как бы, эмбрионы. Вы понимаете, в чем дело? Когда я просто увидела эту девочку... Договор мне поддайте, договор. Вот, договор, вот, да, ознакомьтесь, пожалуйста. Дело в том, что когда я увидела девочку, она просто как две капли воды похожа на меня. Ну, я понимаю, ну, если там ваш эмбрион, то, конечно, она на вас похожа, если это ваш эмбрион. Да, есть даже, Ваша честь, я когда обратилась в эту клинику, дело в том, что они без моего ведома, не спросив моего разрешения, мои эмбрионы использовали. Так, я вас специально спрашивала, кто мог использовать эмбрионы? Ну, это же было без моего... Я посмотрю договор и говорю вам, не нужно ваше согласие, не нужно. По этому договору, который вы подписывали, каждый из участников договора, то есть что вы, то есть ваш бывший муж, может использовать этот эмбрион. То есть вы могли взять этот эмбрион и, я не знаю, суррогатной матери его поместить и таким образом приобрести ребенка. И он мог. Ну, Ваша честь, но все равно, это я, понимаете, я биологическая мать. Есть судебно-молекулярная экспертиза. Нет, вы биологическая мать с точки зрения чисто генетики. А с точки зрения закона вы донор. Ну, вы понимаете, тут не совсем, нет. Я не согласна с этим, потому что, когда я увидела девочку, это даже без договора понятно, потому что, ну, вы посмотрите на его нынешнюю жену, да, если посмотреть на Олега, моего бывшего мужа, да, который даже, говорю, не явился вот на данное заседание, то есть он даже сюда не пришел сегодня, они брюнеты, кореглазые. А я блондинка голубоглазая, такая же, как и Серафима. Понимаете, ей три года, и это моя дочь. Ну, никто же не оспаривает, ну, никто же не оспаривает, что это ваш эмбрион. Ну, это моя дочь, это не эмбрион, это мой ребенок. Вопрос правомерности использования этого эмбриона. Хорошо, я вас выслушала. Давайте ответчика послушаем. Здравствуйте, Ваша честь. Я не знаю, вот есть ли смысл даже продолжать после того, как вы... Конечно, есть. Нет, дорогая, подожди. Вы отметили вот этот вот пункт в договоре. На самом деле мы делали все с точки зрения закона, и договор мы не нарушали. Равные права имеют обе стороны. Вот и Алла Григорьевна, и мой муж Олег. Более того, Олег тебе не разрешал. Олег не разрешал. Да что ты говоришь. Использоваться биологическим материалом. Она могла сама себе родить ребенка, если бы она хотела, ей необходим был ребенок так срочно. Она могла свободно этим воспользоваться. Она не стала. Какая наглость это вообще. Из семьи, одетую, обутую, хорошую. Нет, я понимаю, я говорю, что она эмбрионом этим так же могла бы воспользоваться. Да, так же могла, но не воспользовалась. Извините, Ваша честь, ну кто ты такая вообще? Кто ты, даже не мать? Из тех. Между прочим, прошу заметить, что ответчик не мешал вам говорить. Теперь не мешайте ей, пожалуйста. Вот ей надо влезть, чужое просто забрать. Она увидела готовую красивую девочку, все, захотела забрать. У них были равные права. Я девочку выносила, я ее родила, я ее воспитала. Она утверждает, это ее дочь. Ну, понимаете, у нее мои повадки, у нее мое воспитание. Да это не имеет никакого значения. Она как две капли на меня похожа. Она как две капли на меня похожа. Она тебе на самом деле не мешала. Она, понимаете, растет в любви. У нас есть заключение органов опеки, нас посещали. Для ребенка есть все необходимое. Но нет смысла просто из семьи ребенка из-за мать. Для чего? Для кого? Что ты можешь дать ребенку? Ты понимаешь, что я мать биологическая. Я мать, она все равно почувствует, что ты не мать. Она называет меня мамой, у нас прекрасный контакт. Если она увидит в себя чужую тетку, понимаешь, что ты дашь ребенку. Она ничего не может дать ребенку, в вашу честь, ничего, у нее ни черта нет. Это ты чужая тетка. Помолчите, не говорите одновременно. Извините, я просто на эмоции... Если вы не можете, выйдите в коридор. Это наглость. Если вы не можете, выйдите в коридор. Я молчу. У нас есть все документы. Вот, например, заключение органов опеки тоже прилагаю. Я заключение органов опеки вижу. Рассказываю сторонам. Девочка живет в полной семье, в хороших бытовых, жилищных, материальных условиях. Привязана к обоим родителям, которые обеспечивают ей все возможности воспитания и развития. С девочкой беседовали педагог и психолог. Ребенок жизнерадостный, общительный, хорошо развивается, прекрасно социально адаптирован. Нет причин, по которым надо было бы лишать девочку родителей привычной обстановки. Это нанесло бы ребенку непоправимую травму и заставило бы ее страдать. Необходимо оставить девочку в семье. Это полностью отвечает ее интересам. Для требований сапризнания ее матери нет оснований. Фактически, ее роль ограничилась предоставлением яйцеклетки. Она не рожала девочку и не принимала никакого участия в ее жизни. Девочка с ней не знакома. Если бы семья ребенка была неблагополучной, можно было вести речь о его передаче другим родителям. Но в данном случае тот факт, что между девочкой и сцом имеется генетическое родство, для благополучия ребенка не имеет никакого значения. Мы считаем, что ребенок должен остаться в семье. Передача ребенка в другую семью не соответствует его интересам, может причинить психизит девочки, тяжелую травму, непоправимый урон. Слышали? Слышали, я читала? Слышали, Ваша честь, все равно я... Так, не надо спорить со мной. Спорить не надо. У меня сердце крови обливается. Спорить не надо. Я спросила всего-навсего, вы это слышали? Я слушаю, да. Слышали. Значит, еще раз разъясняю вам, прав у вас? Нет. Опека просто говорит, что вашему ребенку там хорошо. И если вы ощущаете такую родственную связь с ребенком, то вы должны учитывать, что у ребенка, ребенку там хорошо в этой семье. Ваша честь, можно я еще добавлю? Кроме того, имеется заключение, что да, действительно, эта девочка ваша, так сказать, биологически. Да, что вы еще хотели добавить? Мне бы хотелось еще добавить, что мы с Олегом обсуждали этот вопрос, ну, на нашем таком семейном совете. Если мы на самом деле воспользовались биологическими материалами, да, вот Аллы Григорьевны, которая прям места себе не находит, может быть, мы как-то компенсируем это материально? Просто скажи, сколько стоит... Как можно матери, любовь, ребенка, как можно... Нет, нет, это ерунда, это вы уже между собой. Что вы хотели передать? Я хотела передать свидетельство о рождении ребенка. Да, пожалуйста, передайте свидетельство о рождении ребенка. Так. То есть она как две капли на меня похожа. Как и деньги. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Ты просто смолевала, сколько это стоит. Тебе явно нужны бабки. Далее в программе. Китайские туристы на Никольской улице нашли пьяного двойника Ленина. Это вот как раз-таки мой папа и был. И отнесли его к мавзолею. Женщина не позволяет своим детям общаться с дедушкой, так как он работает двойником Ленина. Семейный конфликт дошел до суда. Иску Львовы Аллы Григорьевны об установлении материнства, внесении соответствующих записей в документы о рождении и передачи ей ребенка оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Вы вообще не вправе, потому что когда вы дали свою яйцеклетку, все, и указали там, что ваш муж правее распорядиться, вы давали согласие на создание этого эмбриона, и вы давали согласие на то, что он может распорядиться самостоятельно. Теперь вы можете то же самое сделать и родить из этого эмбриона, и это будет его ребенок, например, вашего мужа, и ваш, и вам может его выносить в суррогатная мать, если у вас проблемы. Ну и фактически передача ребенка, растущего в полной семье и хороших бытовых условиях, противоречит интересам ребенка. Это фактически. Ну, конечно, вам как-то придется, учитывая настроиться, вам как-то придется ребенка, когда станет постарше, как-то вводить в курс дела, потому что иначе это будет какой-то удар. Дело закрыто. Конечно, посмотрят, не похоже даже. Наглости у нее только хватило прийти сюда и предлагать мне деньги за моего ребенка. Ну, постыдилась бы. Буду готовить свою дочку к серьезному разговору в будущем, потому что девочка взрослеет, и это особое, я чувствую, так и не даст нам покоя. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. С беременными не разводят. Я на третьем месяце беременности. Опять? Если благополучие ваших детей под угрозой... Макароны в горячую кидают или в холодную? В горячую. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Да я не могу с тобой больше жить. Не надо, катись. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Есть закон. Помимо ваших желаний, есть закон. Это бесплатно. Истец требует определить порядок общения с внуками. Ответчик иск признает частично. Требует, чтобы ее отец встречался с внуками в нормальной одежде. Слушаем вас, дедушка Ленин. Ваша честь, я Ульянов Владимир Ильич. Вождь предприята. Работая за меня. Колхозники за меня. Интеллигенция за меня. Моя собственная дочь, Ленина Владимировна, против меня. Да я не против тебя. Я против того, чтобы ты вот этот цирк... Вы сейчас где находитесь? Вы осознаете? Поэтому... Вы сейчас осознаете, где вы находитесь? Где? В суде. В суде. Тогда театр и цирк прекратили. И излагаем без пролетариата, без интеллигенции, без рабочих христиан. Без рабочих и крестьян. Излагаем суть иска. Ваша честь, я обратился в суд с иском на свою собственную дочь. С той целью, чтобы вы сделали, помогли нам ставить график общения с моими внуками. Ивану 9 лет. И Наденька 5 лет. После того, как моя супруга Надежда в 17-м году увела, дочь изменилась. Да я изменилась? Это ты изменился? Вот началось вот это вот все. Дочь категорически запрещает мне общаться с мукой. Я не запрещаю. Я просто говорю, что... Так, не надо базара, а то мы никогда не разберемся. С 17-го года она вам не допускает вас к внукам? Или все-таки допускает иногда? Я требую сделать график. График общения с моими внуками. Да. По четвергу. С 16-ти до 12-ти. Каждый четверг. Выходные каждую вторую неделю. С 16-ти до 18-ти. До 18-ти. Да. Да, ваше честь. И летом в июле ездить в отпуск. Угу. На две недели. Мы хотим общаться с детьми. Так же, как раньше общались. А дети-то хотят с вами общаться? Они вас не забыли за эти пять лет? Ваша честь, у нас такие прекрасные. Иван постоянно просится. Дедушка, поехали на гору в Ленинград. Наденька рисует такие рисунки. Дедушки с праздником поздравляют. Вот и вам рисует. Они меня очень любят. Они боготворят. Когда Наденька, увидев меня, забегает каменно ручки. Она прижмется, как ангелочек. Дедушка. Я тебя очень люблю. У всех дедушки, как дедушки. А у меня, говорит, дедушка Ленин. Она счастлива. Ей прекрасно проводить со мной время. То есть на протяжении этих пяти лет вы с внуками видитесь, но нерегулярно? Да, Ваша честь. Из пяти попыток одна, может быть, получается. По-разному противоречит и ищет какие-то различные причины, чтобы мы не встречались. Как ушла моя супруга Надежда. Я начал работать на площади. Как вы видите, мой область Ленина. Там туристы очень обожают. И чтобы быть в образе, я очень часто хожу в таком наряде. И мои внуки, они любят меня в этой форме. По-другому, когда я прихожу, они просто по-другому воспринимают чужое дедушка. У всех дедушки, как дедушки. А у нас, говорит, дедушка Ленин. Они гордятся в садике, в школе. Они этому очень радуются. Они счастливы от этого, Ваша честь. Вы на учете в психизиспансере не стоите? Ваша честь, нет. Я совершенно здоров. У меня даже есть справка. Давайте, передайте. Ваша честь, вот справочка от психиатра и график общения, который... Давайте. Так, хорошо, слушаем ответчика. Ваша честь, я с иском согласна частично. Я абсолютно не против того, чтобы папа общался со своими внуками. Но прошу с некоторыми ограничениями. Во-первых, я категорически против того, чтобы он брал их на выходные и на лето. Потому что у него самый сезон работы. Естественно, он не оставит же детей одних в квартире. Он их будет брать с собой. И, конечно, детям полезно погулять по Красной площади, но торчать там целыми днями, сутками практически. И вот этот вот весь цирк лицезреть. То есть я против. Пускай приезжает, да, вот каждый четверг с 16 до 18, пускай приезжает в человеческом образе, а не как Ленин. И пускай, пожалуйста, разговаривает нормально. Он же стал картавить. И когда? Вот после смерти мамы пять лет назад он был полгода в депрессии, а потом ушел в работу. Ну, он актер у нас, работает актером. Он действительно снимался в сериалах дешевеньких, там в эпизодах, в роли Ленина. Играл в спектаклях. А потом вот устроился на Красную площадь. Но действительно он, я, конечно, понимаю, что у него есть справка, да, от психиатра, что якобы он по медицинским показателям здоров. Но в бытовом плане, вы же видите сами, то есть это полный псих, извините, он в таком же виде, он приходит в школу даже, он приходит в детский сад. Я его сколько раз просила, говорю, пожалуйста, не надо. Ваша честь, я протестую. Что протестуешь? Я тебя просила. Подождите, отвечик, давайте узнаем. Я протестую, Ваша честь. Все наши, вот, дочь миленькая, я же выросла на этих книжках. И что? Сама выросла, мы тебе читали эти книги. Что дальше? Теперь нужно внукам. Причем здесь вообще книги? Тоже это, это и есть воспитание, кроме гаджетов. Да какое воспитание? Вы мне, мне рассказывайте, не надо дочку сейчас воспитывать. Мне расскажите, какая необходимость. Вы протестуете, что вы протестуете? Против чего? Вы хотите приходить в детский сад, в школу, вот в таком виде? Вы хотите приходить к внукам вот в таком виде? Забирать их к себе на выходные и торчать с ними на Красной площади, где вы работаете? Ваша честь, я хочу с ними гулять в зоопарке, в парке Горького. Ну, пожалуйста, но в нормальном виде. Чем я не нормальный, Ваша честь, это мой образ, сценический образ. Вот именно образ, у вас должен быть сценический образ, уместен на сцене. А когда вы идете общаться с внуками или в школу, или в детский сад, вы должны быть в обычном человеческом образе. Ваша честь, он такой цирк устроил один раз. Он пришел, мало того, что в образе, он еще, было холодно на улице, но он выпил там грамм 200. Пришел под шофе, охранник, естественно, его не пустил, так он там залез на стол, стал читать апрельские тезисы Ленина, просто, извините, там митинг устроил. Все смеялись, там родители, дети, все смеются. Потом над моими детьми тоже смеются. Я ему сколько раз это говорила. Еще, слава богу, что полицию не стали вызывать. Ваша честь, в их колонне, этого охранника, это вообще предатель. Какой предатель, если ты пришел вот так вот, еще и пьяный? Ваша честь, вот еще был инцидент. У меня есть даже распечатка. Вот так вот это как, от меня пахнет французским одеколоном. Я прилично зарабатываю. Все туристы, которые ходят на Красную площадь, очень уважают. И довольно-таки я не последний Ленин там. Ваша честь, знаете, что он учудил вот недавно? Об этом все газеты, интернет-порталы писали. У меня вот есть распечатка. Он, значит, напился. И китайские туристы на Никольской улице нашли пьяного двойника Ленина. Это вот как раз-таки мой папа и был. И отнесли его к мавзолею. А знаете, ваша честь, вот он говорит, что он тут... Категорически протестую! Категорически протестуешь! Ну с чем протестуете? Ваша честь, это СМИ журналисты. Может быть, там есть какая-то правда. На самом деле, это другой был Ленин. Ну конечно, другой, да. У тебя даже журетка синяя. Покажите. Галстук-карапин. Вот, Ваша честь, вы... И тут еще график тоже. Показывайте. Категорически протестую. Ваша честь, он... Это буржуазийские какие-то замашки амеганские. Но это правда, это может быть не он. Нет, это точно он. У него есть еще и другие жилетки. Поэтому не надо папа здесь разговаривать. И это моя дочь. Представляете? Яна Владимировна! Из-за него... Что вы творите со стояком? У меня сердце угробает. Папа, из-за тебя у меня дети теперь хотят играть исключительно в революцию 1917 года. А знаете почему? А что, их в куколки играть, что ли? Он говорит, что он истории учит их. Так знаете, как он учит? Недавно купили салют, значит, запустили. И он говорит, это выстрел с крейсера Аврора. И потом у меня дети теперь хотят только в революцию играть. Но что это такое? Когда нормальные дети играют там в компьютер, в какие-то современные игры. А у нас что творится? Нет, конечно, дети его любят. Каждая куколка должна учиться управлять родиной, Россией. Дети тебя любят. Государственной. Потому что они любят клоунов. Но им-то нужен не дедушка, над которым ржать просто можно. Так, вы сейчас этот митинг для чего устраиваете? И здесь митинг. Вы для чего устраиваете? Вы хотите общение с внуками? Ваша дочка ставит вам определенные условия. Чтобы вы были не в сценическом образе, а в человеческом. Вы способны на это или нет? Мне кажется, что уже нет, вот видя вот это вот все. Вы способны или вы настолько вошли, что уже невозвратны в человеческий образ? Ваша честь, я буду очень сильно стараться. Ради внуков? Ради внуков и ради будущего. Ради правнуков тоже. Ну, значит, будете стараться? Однозначно. Ну, что ж. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Комсомол тебе нужно. Комсомол, срочно. Комсомол. Да ты больной. Ваше новое поколение. Справку ты купил. Ну, видите же, ну, сумасшедший же. Ну, правда. Встали на свои места, слушаем решение. Спокойно. Иск определения порядка общения с внуками удовлетворить частично. Определить следующий порядок общения с внуками по четвергам с 16 до 18 часов и через неделю по субботам с 11 до 18 часов по месту жительства детей. Прошу садиться. Я определила порядок у вас дома, по вашему месту жительства. Если захотите, вот в субботу с 11 до 18 я определила, вы можете отпустить их гулять. Ну, вот он к вам пришел в нормальном виде, вы можете его отпустить с ними гулять. С 16 до 18 часов по вторникам и четвергам пришел в нормальном виде, могут погулять. Это вы будете регулировать, понимаете? Значит, если что-то будет не устраивать вашу дочь, и она перестанет вас пускать, ну, значит, вот так тому и быть. Вы же сказали, что ради внуков вы постараетесь приобрести нормальный вид. Вот, значит, и стараетесь. Проводилось, расскажи слово. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Первая победа одержана. Суд вынес в победивое решение. И дедушки будут гулять с внуками. Повырки будет за нами. Я буду четко это отслеживать. И если больше не будет этого цирка, я готова отпускать даже на выходные, на лето. Когда отец отказывается от ребенка. Ну, вы-то отец родной. Неужели не хотите хоть чем-то просто помочь дочке? Если дочь беременна в 15. Она как только родила, она говорит, давай его спрячем под диван, чтобы папа не видел. И понятно, что ребенок в беде. От того, что вам изменял муж, вы хотели убить своего ребенка. Судья Алиса Турова решит все проблемы. И общаться с матерью он будет. Но вы можете его заставить? Я могу. А я нет. А я могу. По закону любви и справедливости. Хотим остаться жить с папой. И просим вас оставить нас у него. Дела судебные. Битва за будущее на нашем телеканале. Субтитры сделал DimaTorzok